сравним мы реки авик и город воркута города похоже по климату и здесь мы можем какой-то степени развенчать миф о том что дороги плохие в россии не потому что там кто-то не так что-то делает а потому что климат плохой я пытался это вам показать в давнишнем ролике про финляндию но как-то люди не все понимают что к чему и возможно нужно это как-то более наглядно посмотреть но мы каши будем строить не только дороги но и в целом сравним и дворы многоэтажные и частный сектор и крупные улицы значит город реки авик столица и крупнейший город а также община исландии население 118 тысяч жителей и если включать города спутники то будет около 200 тысяч что составляет представляете аж около 63 процентов всего населения страны это самая северная в мире столица государства и город воркута город республики коми российской федерации образуют городской округ воркута воркута 3 по величине город за северным полярным кругом и самый восточный город европы надеюсь у никомов не появится никаких которые скажут что столицу исландии сравнишь не со столицей россии москвой поскольку я и москву то собираюсь сравнивать скорее всего с нью-йорком который тоже не является столицей сша давайте наверное сегодня начнем с крупных улиц реки авика что-то мне хочется вот что-то такое необычное посмотреть к российским видам мы всегда успеваем вернуться посмотрите как интересно расположены границы реки авика но ты эти в середине такая дырка из границ берем крупную улицу и отправляемся прямо вот на крупную улицу вот посмотрите какой климат какая погода прямо как в майами вот такие вот виды мы видим в городе реки авик столицы исландии напоминает чем-то кстати аляску мы смотрели помните с вами аляску ну и в какой-то степени напоминает что-то типа норвегии финляндии дании вы знаете страна вроде бы отдалена практически от всего цивилизованного мира но внешне даже не сказать посмотрите на дорогу в таком климате дорога напоминает какую-то проекцию в какой-то программе посмотрите на парковке как они расчерчены фасад такой у этого магазина понимаете вот в россии например и в странах снг даже в магазинах пытаются ну просто максимально с каким-то пристрастием все завешать какими-то вывесками яркими такими все как-то вот фасад испахабить лишь бы вот он бросался в глаза неважно как он будет выглядеть здесь просто презентабельно есть какая-то такая гамма совпадающая даже с остальными фасадами домов понятно что это не жилые дома пока что мы видим крупная улица поскольку но тем не менее на обочинах грязи нет ну из минусов можно сказать что ржавый люк но в таких условиях погоды я думаю это не редкость да и тем более что придираться к люку вот есть такая ливневка маленькая здесь давайте подойдем вот сюда я увидел такую брусчатку здесь на выходе кстати вот не вижу я вот этих вот вставок для слепых людей поскольку как мне кажется очень важный элемент но возможно это как-то служит в этой стране брусчатка этим элементом поскольку в каждой стране свои принципы и законы и страна исландии она в целом даже не член евросоюза хотя заявку подавала также смотрите вот если мы заходим за дома то тоже вид не такой уж и плохой а вот с этой стороны посмотрите вот так вот красиво оживленно все смотрится давайте пока что переключимся на воркуту чтобы сильно не терять связь в сравнении ну а вот мы переместились на одну из крупных улиц воркуты на улице июнь 2013 вот что интересно мы практически прям четко совпали по временам между этими двумя городами ну вот такие вот виды мы видим в летнее время в 2013 году в воркуте на крупной улице дороге ну наверно даже не такие уж и плохие вот особенно вот здесь когда поворачиваешь вот такие красивые вставочки смотрим на количество пыли на качество тротуара здесь он еще не самый худший но здесь посмотрите какая парковка посмотрите вот там какой тротуар идет и видите вот это что такое это снег представляете до сих пор лежит снег ну конечно это не претензия может быть в целом к городу это больше природа но тем не менее можно было бы это как-то прибрать чтобы этот снег не валялся в виде какого-то холма мусора с вот этими вот банками из-под кока-колы ненавистный мне напишут что то что это так можно делать но уходите как бы пожалуйста и мусорить можно в принципе то то чем вам не демократия да вот выкидайте мусор то есть делаете что хотите между фасадами видим вот что находится за крупными зданиями недавно мы видели в реке веке что мы видим вот здесь эти какие-то кучки мусора заросли и дырка на дороге вот ливневка кстати что интересно мы видели парочку ливневок на крупной дороге в реке веке они были я конечно туда не лазил но с виду она была рабочей поскольку дырочки имели здесь эти дырочки заткнуты землей вот такая вот интересная ливневка выходим на какой-то интересный такой круг видим тротуары снова продолжают нас удивлять своими видами пыль на дороге по многоэтажек фасады но я бы сказал посредственные конечно если сравнивать с реке веком то разница очевидна но понятно вот такие вот виды смотрите ларек даже какой то есть ларек морек тут ленина ленин жив поскольку страна выглядит так же как при нем поэтому ленин точно жив и никуда не девался но снова в клумбе видим украшение в виде бутылок виде бумажек здесь я так понимаю тоже крупная улица идет поскольку мы не такие уж большие улицы в этом городе хоть и он является областным центром обратите внимание на бордюр вот по всей улице вот такой бордюр с тротуаром но если дальше конечно пройти то вот давайте не будем ходить никуда а то скажут ты предвзятый ты там что-то нашел специально тебе друг там photoshop это ты смотришь вот давайте лучше посмотрим крупная улица в воркуте и крупная улица в городе рейк явик исландия и давайте перейдем частному сектору реки авика взглянем на них посмотрим как живут частном секторе в стране где название вулканов лучше даже не пытаться произносить и вот такой вот частный сектор в стране с суровым климатом вот с такими дорогами в частном секторе с такими тротуарами которые тоже конечно же подвергаются суровому климату на вот такие вот виды обратите внимание на качество бордюра я надеюсь что воркоте в частном секторе будет он такой же поскольку на крупных улицах он был ужасным посмотрите что нет особо никакой пыли то есть вид такой же как например и в какой-нибудь солнечной калифорнии где-нибудь в лос-анджелесе то есть немного вроде бы грязь есть конечно но это не столь заметно обратите внимание на виды фасадов домов посмотрите на эти дворы здесь есть зеленые ограды как финляндии есть разметки есть такие лежачие полицейские не знаю как они здесь называются но ведь и здесь типа как брусчатка идет приподнятая кстати с недавнего времени на крупных улицах делают тротуары с подогревом а то есть на таких основных где оживленный много пешеходов возможно это даже все плавно переходит в частный сектор в какие-то отдаленные районы но поскольку климат в основном здесь холодный то здесь уже нечего спорить да потому что но раз уже делают тротуар с подогревом значит уже нужда была из-за климата а в россии например ну я могу только вспомнить знаете какую историю наблюдали такую картину когда какой-то министр приезжал в город ему нужно было куда-то там выйти по тротуару два метра пройти они взяли перекопали этот асфальт закатали туда подогрев когда министр уехал они снова это выкопали и унесли куда им нужно я так полагаю что это просто была неудачная работа наверное посмотрели что подогрев не приживается в нашем климате и конечно же этот кусочек выкопали а то что приезжал там министр но это просто совпало может быть там и в нескольких местах это копали посмотрите вот на такой вид частного сектора вот посмотрите вы на эти фасады на эти клумбы посмотрите на эту почву засыпанную гравием суровый климат никак не портит вот эту красоту которая находится на клумбах вот такие вот мусорки есть белоснежные фасады климат их не трогает мы удивлялись что в португалии у нас белоснежные фасады да здесь в таком климате делают белоснежные фасады и очень сильно поражает придорожные вот эти вот все вставки посмотрите везде цветной такой бордюр но при этом со вкусом сделаны не абы как то есть раскраска такая гармонирующая вся брусчатка выкрашена в разные цвета напоминает бабушкин ковер чем-то даже в оркуте я так посмотрел частный сектор особо не доступен для съемки давайте наверное перейдем к многоэтажным дворам их побольше тогда посмотрим давайте где-нибудь в середине города найдем двор и взглянем на это двор в оркуте так в середине города находим вот такой двор но мы видим вот эти вот фасады снег я так понимаю этот снег сгребают в более холодные времена с прохожей части и накидывает это все в одну кучу и поскольку он не успевает растаять в виду целого ряда причин и это все остается так вот круглый год потом на следующий год если это как-то и успевает растаять снова накидывается это что остается внизу это образуется целая твердая масса поскольку это все идет землей накидывается хочется спросить а где детская площадка но и я не уверен что она здесь нужна а самое обидное что в таких городах помимо того что на улицу невозможно выходить не только из-за климата хотя климат тоже очень веская причина для не выхода из дома но даже сидя дома в таких регионах с интернетом полная беда у них там существует насколько я знаю например в норильске я знаю там есть какой-то внутренний интернет то есть туда загружается с помощью их какого-то сервера центрального в их регионе или городе загружаются туда сначала файлы а местные жители вынуждены довольствоваться тем что соизволил загрузить модератор а если вы хотите как-то выйти в интернет просто огромнейшие деньги идет за трафик и без того не совсем удачный по скорости то есть во всех аспектах здесь очень плохо единственно что здесь насколько я знаю хорошие зарплаты ввиду вредности но опять же если сравнивать например зарплаты с не особо даже развитыми странами европы то окажется что эти зарплаты и того и не стоит и выше не только страдаете как-то морально и физически новые и в итоге здоровье свое теряете вот такой двор мы видим посмотрите знак кстати висит на стенке здесь еще как-то немножко прихорошили фасад возможно это не жилое здание но мы в целом смотрим да виды какие-то высокие здания вот молодежь травмируют свою психику выходя на улицу причем меня уже такой иммунитет выработался на эти все виды что я уже даже не упоминаю что я вижу действительно в разы хуже город чем я видел когда-либо вы вспомните камчатку я смотрел камышин я смотрел вот мне еще сказали город возле финляндии недалеко я смотрел но эти виды даже не в пыль не попадают по сравнению с воркутой и вот посмотрим как выглядят дворы многоэтажные в исландии да здесь конечно не спорю климат немножко получше здесь хоть как-то присутствует растительность ну и плюс конечно же здесь и за экологией следят больше это тоже все зависит от человеческого фактора они только от природного вот такие вот лужайки возле многоэтажных дворов вот такие вот парковки посмотрите как все детали проработаны есть какие-то заборчики ступеньки представляете здесь даже на трех ступеньках поставили поручень казалось бы обычная парковка возле многоэтажки но сколько всего мы видим даже под столбик сделали отдельную отделку камушками вот еще один многоэтажный двор напоследок мы взглянем выглядит он немножко похуже но это наверное такое небольшое исключение даже для реки авика за пределами города наверно только такой вид можно найти здесь несмотря на свой суровый климат все это компенсируется каким-то благосостоянием посмотрите балкончики они оббиты каким-то шифером принесенным с мусорки такие аккуратные окошки одинаковые я даже сейчас могу не глядя просто сравнить вот посмотрите двор не самый даже удачный который я нашел до этого было намного лучше в реке веке исландия и выбираем любой наугад двор в воркуте вот видите разница вот что удивительного такое еще неплохое здание здесь мы нашли то что остальные посмотрите такие панельные дома которые не имеют никакого вида вот эти самопальные балкончики дорожная инфраструктура отсутствует в отличие от реки авика здесь мы вообще не можем мечтать о какой-то там разносортной брусчатки специально обустроенной под каждый столбик здесь мы можем мечтать хотя бы о засыпанных песком ямам вот таким образом выглядят дворы в воркуте а вот двор реки авика вот я нахожу еще один двор чтобы было более убедительно и на этом можно попрощаться рассказывайте о моем канале друзьям знакомым показывайте мои видео в различных сетях ссылочку я оставлю в комментариях чтобы вы могли копировать ссылку сразу же на это видео ну и также можете заказать вне очереди свое предложение для сравнения вся информация в описании до скорого ждите новых видео субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...